Первый вечер мы рассмотрели введение. Вчера мы завершили введение и рассмотрели первую главу послания к Галатам. Мы созидаем один материал на основании другого. И помните, что последнее мы обсуждали вчера? Это ответ Павла его оппонентам. Он разбирается с оппозицией. Оппозиция, которая находится внутри церкви. Он не разбирается с теми, кто преследовал церковь извне, но изнутри. Они обвиняли Павла. И эти обвинения были в следующем. Во-первых, Павел не настоящий апостол. Во-вторых, он не учит всей истине. И в-третьих, он почитает человеческую власть больше, чем власть Бога. И Павел защищает себя. И защищает он себя тремя способами. Во-первых, я не стал верующим с содействием какого-то человека. Мне было дано прямое откровение от Бога. И потому я никому ничего не должен. В другом стихе сказано, не оставайтесь должным никому ничем, кроме Божьей любви. Во-вторых, Павел защищает себя. Он говорит, «Послушайте, когда я пошел в Иерусалим, апостолы приняли меня. Я виделся с Петром. Я говорил с Иаковом. Церковь в Иерусалиме одобрила мое служение. В-третьих, то, как Павел себя защищает. О том, что Павел, Святой Дух и его ученики это те, кто начали церковь. Они основатели церкви. Трижды. Два раза в первой главе и один раз во второй главе. Павел говорит о двух взаимосвязанных путешествиях в Иерусалим. Дважды в первой главе и один раз во второй главе. Первый раз он говорит о путешествии в Иерусалим. И в 17-м стихе он говорит «И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, прежде чем идти в Иерусалим. Я пошел в Аравию». Мы уделили немного внимания тому, где находится Аравия. И в 18-м стихе он говорит дальше «Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». Итак, заметьте, он говорит «Я пошел в Иерусалим, чтобы познакомиться с Петром». Он не сказал «Я пошел в Иерусалим, чтобы познакомиться со всеми апостолами». Но в частности, он упоминает Петра. Почему именно Петра? Потому что, если вы прочтете книгу Деяний, в наши дни Петра считают апостолом к евреям и Павла апостолом для язычников. Книга Деяний разделена на две части. В первых двух главах Говорится о миссии Петра по отношению к евреям. Петр как звезда. Звезда первых двух глав книги Деяний. Но роль Петра как звезды завершается в книге Деяний. Когда он идет в Кесарию, в дом Корнилия, и приносит Евангелие первым язычникам. «Вы со мной? Я знаю, что все вы устали. У вас был трудный день. На улице идет дождь. Я тоже устал. Но я хочу, чтобы вы уловили главную суть. Петр – это апостол для евреев. И он идет в Кесарию проповедовать Евангелие язычникам. И это конец главы о Петре в книге Деяний. И вы снова услышите о Петре только один раз в 15 главе. А начиная с 11 главы, «Кто является звездой?» Павел. Павел – это звезда. Но как завершается его служение в книге Деяний? Два дня назад мы изучили это. Он проповедует знатнейшим иудеям в Риме. Есть английская песня со времен 50-х годов. Западная эстрада такая. И в ней поется, «Все, что можешь сделать ты, я смогу». Это история взаимоотношений Петра и Павла в книге Деяний. Петр проповедует на праздник Пятидесятницы в Иерусалиме. Петр исцеляет больных. Петра бросают в тюрьму. Павел делает то же. Павел проповедует в антиохийской синагоге. Павел попадает в тюрьму в Филиппах. Петр исцеляет людей только своей тенью. Павел исцеляет людей своим носовым платком, потом со своего лба. И если вы изучали книгу Деяний таким образом, то вы видели, насколько параллельны истории Павла и Петра. это не случайность. Это было спроектировано Святым Духом, чтобы показать параллельность миссий Петра и Павла. обе миссии равноценны по своей важности. И Петр и Павел также равны по своей важности. Вот почему Павел говорит, когда я впервые шел в Иерусалим после моего обращения, с кем пошел увидеться вначале? Я хотел увидеть апостола Петра, который является моим двойником в апостольстве. Он не сказал, я пошел увидаться с Иаковом, братом Иисуса, или со всеми старейшинами церкви в Иерусалиме. Я пошел в Иерусалим конкретно для того, чтобы повидаться с Петром. И даже остался с ним в течение двух недель. В основном, что Павел сказал, мы приняли друг друга. Мы братья по отдельности. Несмотря на то, что я апостол язычников, он апостол евреем, и все же мы вместе. Помните контекст. Его обвиняли в том, что он не настоящий апостол. «Поэтому слова «я пошел в Иерусалим, чтобы повидаться и поговорить с Петром» означает, что «я принят как двойник Петра в апостольстве». Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господа. 20 стих, «а в том, что пишу вам пред Богом не лгу, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии». Церквям Христовым в Иудее лично я не был известен. Церквям Христовым «А только слышали они обо мне». До них дошли слухи, что муж, преследовавший церковь, теперь один из нас. Слава Богу за такие слухи. До Марсела дошли слухи сегодня, что ортодоксальный мессианский брат еврей привел своих родителей к Господу. Слава Богу за такие слухи. Но также заметьте поведение Павла в этом случае. Он говорит «Эти церкви в Иудее на самом деле не знают меня». И если они не знают меня, а знают только по слухам, то их критика ничего не значит. Или же если кто-то знает вас и критикует вас, он может это делать так, как знает что-то о вас. И если человек не знает вас, то это пустые сплетни. Он слышал это только исходя из чьих-то слов. они ничего не стоят. Поэтому Павел огораживает оппонентов. «Да, да, они не очень-то хорошо знают церковь иудеи, я не знаю их, они не знают меня, они только слышали о меня». Он говорит «Да, я не очень-то хорошо знаю церковь иудеи, и они не так хорошо знают меня, до них только дошли слухи обо мне». Павел намекает на источник оппозиции. Где находилась оппозиция? она находилась в Иудее. Это очень важно для нас, потому что из Иудеи приходят люди, ученики Иакова, которые идут в Галатию и принесут проблемы. Поэтому до того, как Павел пишет об этих людях, которые пришли от Иакова из Иудеи, он говорит «Не переживайте, эти люди на самом деле не знают меня. Они знают меня только по слухам. Это все. Они не знали меня лично. он характеризует оппозицию до того, как расскажет саму историю. как я уже говорил, Павел не был глупцом. Давайте продолжим дальше. Вторая глава. Второе путешествие в Иерусалим. «Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим, независимо от того, откуда вы родом, до севера, до севера, до севера, до севера, до севера, до севера. Вы всегда идете в Иерусалим». С севера, с юга, востока, запада. Когда вы идете в Иерусалим, вы всегда идете вверх. Это истина географически. Потому что Иерусалим находится на горе. Но я верю, что это подлинно и в духовном смысле. Нет такого другого города на земле, где так сильно можно почувствовать духовный аспект и ту атмосферу, которая есть в Иерусалиме. Юда, извините, но Тель-Авив — это языческий город. Я не чувствую никакой духовности в Тель-Авиве. Однако в Иерусалим всегда нужно восходить как физически, так и духовно. И в тексте сказано «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою». Ну, Варнава — это такой тип. Какое его имя на иврите? Йосиф. Варнава — это уменьшительное имя. Его настоящее имя — Иосиф. Вы можете прочитать об этом в 4 главе книги Деяний, 36 стихе. Иосиф — самое популярное имя во времена периода 2-го храма. Знаете, что существует мода на имена? В наши дни в Израиле самое распространенное имя для мальчиков — это Даниил. И для девочек — «Карен». Потому что многие молодые семьи хотят давать своим детям такие имена, которые хорошо звучат на иврите, обладают еврейским значением, но также западным, американским значением. Поэтому имя для девочек «Карен» похоже на английское имя, но также звучит как еврейское имя. Самое непопулярное имя в наши дни — «Зарававель». «Зруби». Оно не очень популярно в наши дни. Но было время, 50 лет назад, была большая волна иммиграций евреев из Йемена. Многих из них звали «Зарававель». И даже «Машиях». «Когда я посещал начальную школу, там было три мальчика по имени Машиях. А одного мальчика звали «Ханука». «Сейчас в моей общине есть иммигранты из Эфиопии». «В нашей общине уверовало несколько эфиоплян». В одной из наших эфиопских семей первая родилась девочка. И они назвали ее «Аллилуйя». У них родилась еще одна девочка. И они назвали ее «Ярушалаем». «У них родилась третья девочка». По имени «Нативья». По имени «Нативья». И наконец, 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 мальчик. Назвали его «Ёвель». То означает «Ювелей». Поэтому существует мода на имена. И имя Варнава было распространенным уменьшительным. От имени Йосиф. Вы называете меня Джой. Но мое имя не Джой. Меня зовут Йосиф. Но Марселло дал сокращение моему имени «Джой». По-любому, Варнава – это Йосиф. А уменьшительное имя «Варнава». Что означает «Сын утешения». Он был с Кипра. Из очень богатой семьи. Варнава присоединился к Павлу в его путешествие в Иерусалим. Но не только он, но еще и некоторые язычники присоединились к Павлу в его путешествие в Иерусалим. Он говорит «Взяв собою и Тита». Итак, Павел путешествует с евреем из диаспоры, Варнавой, и с язычником из диаспоры, в Иерусалим. И он рассказывает нам, кто сказал ему идти в Иерусалим. В первой главе он говорит, что пошел в Иерусалим, чтобы встретиться с Петром. Во второй поездке он говорит, что ходил же по откровению. Почему он говорит это? Это также защита перед его оппозицией. Например, кто-то скажет «Павел, ты бегаешь туда-сюда в Иерусалим, как бы начищая обувь апостолам, чтобы получить разрешение от них». Павел говорит «Нет, нет, 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 даже не думайте об этом». «Я иду в Иерусалим, потому что мне было дано откровение, что я должен идти в Иерусалим». И я взял с собой тита. И заметьте, что произошло. Я пошел в Иерусалим рассказать апостолам о том, что я проповедую среди язычников. Кому я рассказал это? Тем, кто является лидерами. Не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался? Это огромное откровение. Я прочитал 20 самых лучших комментариев западных теологов, и ни один из них не касается этой темы. Что говорит Павел? Я совершил эту великую миссию среди язычников. И все еще я не был уверен, и в моем сердце не было мира в отношении моего служения, верно ли то, что я делаю. Итак, я пошел в Иерусалим, чтобы поговорить с лидерами и убедиться, что я не напрасно тружусь. Что есть причина, цель, благословение в том, что я делаю. Вау! Потому что я думаю, что каждый, кто задействован в миссианском служении, чувствует себя так же. Правда? Мы идем против течения. Течение идет против нас. Мы гребем настолько быстро, насколько возможно для того, чтобы хотя бы остаться на одном месте и не быть смытым течением реки. С надеждой продвинуться хоть чуточку вперед. Жозе Мария, я говорю с тобой. Ты работаешь так тяжело, насколько возможно, чтобы не соскользнуть назад и идти вперед. Трудно грести против течения реки. Евреи критикуют нас. Язычники критикуют нас. И как результат, мы мост между двумя мирами. И вы знаете, что происходит с мостом? Люди по мосту ходят. И если бы не было моста, не было бы места для пересечения. Каждый бы оставался на своей стороне. Поэтому Павел в нескольких словах открывает то, что находится в глубине его сердца. Кто из пасторов, учителей, заметил этот стих? Вы похожи на большинство христианских комментаторов. И великих теологов. Но не я написал эти стихи. Павел написал их. И в этих простых словах заключена очень важная и глубокая истина. Он говорит, я не хочу напрасно совершать этот труд среди язычников. Я хочу быть уверенным в том, что я делаю среди язычников в соответствии с церковью в Иерусалиме. Вот что Павел говорил. Он говорит, послушайте, я взял с собой Тита. И никто не принуждал его обрезываться. Хочу задать вам сложный вопрос. Если я скажу, никто не заставлял меня есть мороженое. Ел ли я мороженое или нет? Как вы думаете? Никто не заставлял меня есть мороженое. Никто не заставлял Тита обрезываться. Был ли он обрезан или нет? Это очень интересный вопрос. Я пока не буду на него давать ответ. Но вы видите возможность уже в самом вопросе. Правильно? Тимофей Павел сказал ему, если ты хочешь быть со мной в еврейском служении, то ты должен обрезаться. Поэтому Павел обрезал Тимофея в 16 главе Деяний. Тит идет вместе с Павлом в Иерусалим. Где Петр и Иаков, апостол Иисуса Христа, руководят еврейской церковью в Иерусалиме. Павел и Варнава берут с собой Тита. И если вы прочтете 21 главу Деяний, 20 стих. То вы увидите, что в Иерусалиме были десятки тысяч евреев, которые верили, что Иешуа Мессия. И все они ревновали о Торе. И ни один из этих, ревновавших о Торе, еврейских верующих, не принуждал Тита обрезываться. Этот аргумент настолько сложный, потому что эти оппоненты Павла, о которых мы говорили вчера, говорили другим христианам, Вы должны обрезываться. Вы обязаны обрезываться. Это воля Бога, чтобы вы обрезывались. Вот что говорили оппоненты Павла. Поэтому Павел говорит, вот апостолам представилась возможность заставить Тита обрезаться, и они этого не сделали. Вот возможность для Иерусалимской церкви заставить Тимофея обрезаться, но они этого не сделали. Это сильный аргумент для его оппонентов. И если его оппоненты правы, то когда язычник пришел с Павлом в Иерусалимскую церковь, они бы сказали ему, послушай, брат, мы ценим твою веру в Иисуса. Мы верим, что ты покаялся в своих грехах. Мы счастливы узнать, что тебя крестили. Но этого не достаточно. Теперь ты еще должен и обрезаться. Но никто в Иерусалимской церкви не сделал этого. Вы понимаете аргумент Павла? Если вы не понимаете, тогда поднимите вашу руку. Хорошо, я вижу, что вы понимаете. Тогда давайте мы продолжим. Третий стих второй главы. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезываться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. О чем он говорит? Возник вопрос в обрезании Тимофея. Вот какой вопрос возник. И там были лжебратья. Существует такое понятие, как лжебратья. В церкви есть лжебратья. Чтобы сказать лжебратья, нужно вначале признать, что они братья. Они братья, но ложные. Проблема в евангельском христианстве, они не могут признать этой простой истины. В тот момент, когда вы не согласны с некоторыми моими доктринами, или же с доктринами нашей церкви, то вы автоматически перестаете быть братом. Если у вас не тот же символ веры, какой у меня, тогда вы не мой брат. Если вы не делаете что-то именно так, как это делаем мы в нашей церкви, то вы не брат. Вот почему существует 4000 христианских деноминаций. Любой учитель, у которого есть свое мнение, сразу же начинает свою деноминацию. Они будут возникать. Сто лет назад был только один вид баптистов. Только одна баптистская церковь. В наши дни существует более 40 типов баптистских церквей. Вы знали это? Были первые баптисты, южные баптисты, пророческие баптисты, баптисты субботнего дня. В Бразилии, в Белло-Оризонте, за предстоящие несколько лет появятся еще несколько новых деноминаций баптистов, которые не будут принимать другие баптистские церкви. Павел говорит, что в церкви в Иерусалиме есть лже-братья. И цель этих лже-братьев – разузнать о нашей истине, забрать нашу свободу и поработить нас. В чем разница между рабом и свободным человеком? свободный выбор. Это ключевой момент. Павел против обрезания? Нет. Он против того, чтобы обрезывались язычники? Да. Я бы сказал, наполовину против. Даже нет. Тогда против чего он? Павел против принудительного обрезания язычников. Он против того, чтобы язычники в церкви обрезывались. Он против того, чтобы говорить им, вы не на таком же духовном уровне с нами, обрезывайтесь. Павел против тех евреев, которые говорят язычникам или производят на них такое впечатление. Мы лучше, чем вы, потому что мы обрезаны, потому что мы соблюдаем Тору. Потому что все это порабощает. Когда вы заставляете людей поступать правильно, вы не менее порабощаете их, чем когда заставляете их поступать неправильно. Повторим еще раз. Повторим еще раз. А сейчас мы рассмотрим очень-очень важный еврейский принцип. Который называется в иудаизме Кавана. Кавана означает намерение. Что бы мы ни делали. Даже если мы поступаем правильно. Даже если мы делаем что-то в послушании Божьим заповедям. Без правильной Кавана. Если мы делаем что-то по неправильным причинам, неправильной Кавана. То это мерзость для Бога. Я повторяю этот принцип, потому что он очень важен. Поступать правильно. Делать добро. Исполнять заповеди Бога. Но не по правильной причине. Это мерзость для Бога. Марселло. Хорошо дарить твоей жене роз Анжела цветы? Это хорошо? Да, хорошо. Любой муж должен приносить цветы своей жене. Особенно в пятницу вечером. Но не такие цветы, на которые у нее аллергия. Потому что есть такие цветы. И если он подарит цветы из-за правильной причины любви к своей жене, то это замечательный поступок. Но если он дарит ей цветы каждую пятницу, каждую пятницу, каждую пятницу. И затем они ссорятся. И он говорит ей. Знаешь, единственная причина, по которой я дарю тебе цветы, Мой начальник сказал мне это сделать. На самом деле, я не хотел этого делать. Но я сделал, потому что я боялся моего начальника. Как эта женщина будет чувствовать себя? Не очень хорошо. Такой же хороший поступок из-за неправильной причины становится неправильным. Бог говорит, что израильский народ поступал так же. 1 глава Исаии, начиная с 13 стиха. Бог спрашивает, кто просил вас приходить в Мой двор, в Мой храм? Ваши праздники, субботы, новомесячи. Ваши праздничные дни и дни поста. Меня тошнит от всего этого. Я хочу блевать. Я не хочу услышать ваши молитвы. Я не хочу принимать ваши жертвоприношения. Потому что вы делаете все это из-за неправильных мотивов. Религиозных мотивов. Это очень важный принцип. Бог не хочет, чтобы люди делали что-либо из-за неправильных мотивов. Такая проблема была и у фарисеев. Они были очень религиозными людьми. Но делали не все из-за неправильных мотивов. Чтобы их видели люди. Они носили талит. Тфилин очень большой, чтобы каждый видел. Сицид очень длинный. С голубой нитью. И я более послушен Богу, чем ты. Потому что в твоей одежде нет голубой нитки. Вот что делали фарисеи. Вот почему Иешуа назвал их лицемерами. Он называл их гробы, побеленные снаружи. И внутри исполнены нечистотой. Такой принцип лежит в основе этого текста. Эти братья проникли в наши ряды. Пытаются забрать нашу свободу и поработить нас. Мы ни на час не уступали и не покорялись. Почему мы не позволяли им это сделать? Дабы истина благовествования сохранилась у вас. Чтобы защитить вас, язычников в Галатии. Язычников в Бразилии. Кто живет с Богом. По вере. По благодати Иисуса. По слушании Его заповедям. Так, чтобы вы не были рабами этих внешних законов, которые не представляют никакого смысла для Бога. Он сделал это для вас. Теперь давайте откроем шестой стих. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного». Обратите внимание на следующую фразу. «Бог не взирает на лице человека». «И знаменитые не возложили на меня ничего более». Я говорил это пару минут назад. «Мне все равно, какую одежду вы носите. Мне все равно, носите ли вы талит или черный кафтан, черное пальто. Мне все равно, носите ли вы талит или нет. Эти внешние символы не оказывают никакого влияния на ваш дух». Талмуд говорит о золотом кольце в носу у свиньи. Здесь есть люди, которые знают ценность золота. «Если я одену золотое кольцо в нос свиньи, большое кольцо тяжелое, подымется ли цена свиньи?» «Нет». Золотое кольцо ничего не сделает для этой свиньи. Она все так же останется свиньей, даже если в ее носу будет золотое кольцо. «Повлияет ли свинья на золотое кольцо?» «Нет». «Потому что золотое кольцо все так же останется золотым кольцом». И его ценность не уменьшится. Разве что его нужно будет немного помыть в хлорке. Принцип в том, что внешние вещи цены только тогда, когда у вас правильное внутреннее состояние души. А если нет, то нет никакой разницы, еврей вы или не еврей. Даже для евреев. Еврей, у которого отец и мать, дедушка, прадедушка евреи, сразу словно восходящий к царю Давида, которое вообще ему не поможет, если его сердце находится в неправильном положении. Ни его кипа. Ни его цицит. Ни его тфилин. Ничего не поможет ему. Если его сердце находится в неправильном положении перед Богом, ничего не поможет. Это очень важный принцип. Напротив того, седьмой стих, они увидели, кто увидел. Апостолы и церковь в Иерусалиме. И его оппоненты. Увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных. Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников. Это ответ Павла, который он постепенно раскрывает его оппонентам. И прежде он положил основание. Он привел факты, доказательства. Вот его заключение. У Петра служение евреям от Бога, а мое служение язычникам от того же Бога. И вы не можете сравнивать эти служения. Или же вы должны сравнивать два служения и увидеть, что мы действуем с одинаковой властью, и у вас нет права критиковать меня. Вот что Павел говорит. Девятый стих. Узнав о благодати данной мне, Яков и Кифа и Иоанн, почитаемый столпами, подали мне и Варнаве руку общения. Девятый стих. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Ооо, насколько это еврейски красиво! Что апостол Павел говорит? Апостолы в Иерусалиме согласились, чтобы я продолжал свою миссию язычникам до тех пор, «Пока я буду собирать деньги для бедных». И я был очень счастлив, что могу это делать. Вы понимаете, что он говорит? Они сказали мне, «Знаешь что, если ты хочешь идти к этим язычникам, иди, все в порядке. Только не забывай нас, бедных святых в Иерусалиме. Помни о нас! Это единственное условие, которое дали эти столпы церкви». Давайте продолжим. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Помните, что Павел все еще разбирается со своей оппозицией. Его оппозиция утверждает, что для угождения богу язычники должны обрезываться и обращаться в иудаизм. Вот кто были его оппоненты. Эти люди считали Петра, который является апостолом евреем, своим чемпионом. Павел говорит, «Ребята, вот ваш чемпион». Я противостал ему в Антиохии. Я показал, что у него была неправильная позиция. Почему? Потому что в Антиохии Петр ел с язычниками. «Ибо до прибытия некоторых от Якова». Ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. «Ел с язычниками» не означает, что он ел некошарную еду. Здесь я ем со многими моими языческими братьями и сестрами. Это просто замечательный опыт. «Они могут есть все, что хотят. Это вообще меня не оскорбляет. Больше, что может случиться, они могут возбудить во мне ревность. И Бог хочет, чтобы язычники это и делали». Правильно? «Я не ем некошарную еду». «И даже если мои братья едят омары и креветки, свинину, это меня вовсе не беспокоит». Петр обеспокоился. «Когда пришли люди от Иакова, из Иерусалима, и видели, как они ели с язычниками, то сделали вывод, что он ел некошарную еду». Поэтому Петр отделился от языческих братьев. И его грех не в том, что он как бы ел. Но грех Петра – это страх перед мнением других братьев. Это грех Петра. Страх перед мнением людей. Поэтому он тайком ускользнул от своих братьев-язычников и сказал, «Я не знаю этих людей, они не мои братья». Но знаете ли вы, что Петр так вел себя не впервые? Так же он вел себя и в отношении Иешуа. В тот вечер, когда Иешуа был предан, девочка-служанка, которая работала в доме первосвященника, Петр сказал, «А, я знаю их, ты один из этих людей». Петр сказал, «Я? Я не знаю этих ублюдков. Я не принадлежу к этой группе. Я просто пришел посмотреть, что здесь происходит. Что можно узнать о Петре на основании этого? И о самих же нас. Есть определенные слабости в характере. У Петра была такая слабость характера, что он так переживал и боялся, что другие скажут о нем. Так что он уходил от братьев, неевреев. Он вел себя так, как будто он их не знает. И Павел говорит, «Я лично противостал ему. Я показал ему, что он поступает неправильно». Если он еврей, а ведет себя как язычник, он не приносит честь своему служению евреям. Вот в чем состояла проблема. И Павел пытается достичь посланий к Галатам. Пытается ли он смутить людей? Я так не думаю. И то, что он пытался сказать церкви в Галатии, мы не должны позволить общественному мнению определять наше теологическое задание. «Мы не должны позволить мнению других людей о нас навязывать нам поведение, противоположное самой природе Бога, любовь ко всему человеческому». Когда я вижу пасторов, известных пасторов, влиятельных пасторов, которые боятся говорить истину, потому что они боятся политических убеждений в пастырском совете, я сразу же вспоминаю этот случай с Петром и Павлом. И это происходит почти каждый раз. Некоторая большая политическая фигура и церковь парализована. И Павел говорит, «Послушайте, братья, мне все равно, кто вы. Откуда вы? Моя обязанность во-первых, откровение и миссия, какую Бог дал мне. И я не позволю страху перед человеками диктовать мне, как мне вести себя с моими братьями и сестрами». Послание, которое он хочет донести своим оппонентам. Вы можете говорить все, что угодно. Мое апостольство не от вас. Моя миссия не от вас. И даже не от апостолов в Иерусалиме. Сам Яшуах Амашиах дал мне миссию. Границы моей миссии определил Дух Святой. Через пророчества пророков Израилю. Вы можете говорить все, что угодно. Я буду делать то, что Бог хочет, чтобы я делал. Я здесь не для того, чтобы служить церкви. Я здесь, чтобы служить Богу. Вам это не нравится? Пойдите купите огурец. 2 глава 15 стих. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона. Он обращается ко всем супер-евреям в миссианском еврейском движении. Если вы поедете на миссианскую еврейскую конференцию в США, И вы встретите огромного парня, ростом 180 см. Одетого во все черное. С пейсами. С цицитами и вплетенной голубой ниткой. Привязанными к кольцу его пояса. Носящего огромный талит. С новой версией перевода Американской Библии. Красные щеки. Длинная борода. Автоматически вы можете знать, что он не еврей. Я должен рассказать вам эту историю ради DVD. Пару лет назад я побывал на миссианской еврейской конференции в Глориета, штат Нью-Мексико. После этой истории сделаем перерыв. Со мной я взял семью марокканских евреев из Нагария. Они в то время были студентами института Христос для народов. Этот марокканец был шехетом, резником, совершающим убой скота и птицы в соответствии с ритуальными предписаниями. Он был достаточно образован в иудаизме. Мы пошли в регистрационный отдел конференции. И он видит этого огромного парня, одетого как ортодоксальный еврей. Одет очень эффективно. И мой друг спрашивает меня, что, этот отродоксальный еврей верит в Ишуа? Я сказал, да, это очень-очень известный рабин. И он верит в Ишуа. Поэтому этот маленький еврей с лысой карака головой подходит к этому парню и говорит «Квода Рав». И этот парень поворачивается к нему и говорит «Привет, мой дорогой брат!» Господь просто еще не дал мне этот язык. Он даже не понял, что этот человек обратился к нему на иврите. Но он был рабином мессианской общины в городе Талса, Оклахома. «Одежда не делает человека». Восстание! Продолжение следует...